Юлия Рыбакова никогда не думала, что свяжет свою жизнь с социальной работой, но судьба распорядилась по-своему. И вот уже на протяжении семи лет она трудится в Центре обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. По мнению Юлии, посвятить себя профессии социального работника может далеко не каждый. Работа у нас не из лёгких. У нас у каждого по 7 иногда и больше адресов. Территориальные адреса раскиданы по городу в разных районах. Работа на ногах целый день. В социальной работе важны не только профессиональные качества. Чтобы найти общий язык с подопечными и установить с ними контакт, иногда уходят месяцы. Очень часто социальный работник становится единственным, кто может помочь пенсионеру справиться с личными, житейскими и бытовыми проблемами. У нас есть перечень услуг, которые мы предоставляем. У них тоже этот перечень есть. Они знают, что мы делаем. Это покупка продуктов, потом газеты покупка, посещение больниц мы сопровождаем их к врачам. Прогулка, если они нуждаются. Приготовление пищи, уборка. Знаете, как приятно, когда уходишь, они благодарят. Спасибо большое за вашу работу. Галина Сорокина состоит на учёте в Центре социального обслуживания с 1997 года. За это время Галина Ивановна успела пообщаться с большим количеством социальных работников. Про Юлию Рыбакова пенсионерка отзывается с особым трепетом. Я так довольна и беседую. Вот она придёт, некоторые жалуются, вот другие, бросят и уходят. А мы обо всём беседуем. Любимая работа отнимает у Юлии много времени и сил. Спасает только надёжный тыл – муж и два сына. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желаем всем социальным работникам терпения в нелёгком деле и понимания со стороны подопечных. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.